Как получить перерасчет коммунальных платежей за то время, когда в квартире никто не жил? Довольно регулярно встречаются среди комментариев претензии в адрес коммунальных служб за то, что они выставляют счета за квартиру, где фактически никто не живет. Но если обратиться к действующим нормативным актам, то на самом деле там ничего не говорится о том, что коммунальные службы обязаны выяснять при выставлении счетов, есть в квартире жильцы или нет. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, перерасчет коммунальных платежей в связи с неиспользованием квартиры в течение определенного периода – это забота, прежде всего, ее собственника. Сейчас расскажу, как можно добиться такого перерасчета. Прежде всего, определимся, за какие коммунальные услуги можно требовать перерасчет, а за какие – нет. Итак, по закону не зависит от факта проживания в квартире плата за ее отопление, за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, а также за капремонт. Поэтому оплачивать эти счета собственник обязан, даже если квартира пустует. Соответственно, перерасчет возможен за электричество, газ, если только он не используется для цели отопления жилья, а также за воду и водоотведение. В отдельных случаях допускается перерасчет платы за вывоз мусора. Далее об этом расскажу. Первое – перерасчет по счетчикам. Когда на электричество, газ или воду в квартире есть счетчик, никаких проблем с перерасчетом у собственника не будет. Если он вовремя передает его показания. Очевидно, что пока в квартире никто не живет, показания у счетчиков будут одни и те же. Но, тем не менее, их все равно нужно передавать каждый месяц. Иначе коммунальная организация будет в первые три месяца начислять плату по среднемесячным показаниям, а затем по нормативам потребления. С учетом количества зарегистрированных в квартире жильцов. Если никто не зарегистрирован, то по числу собственников. Если собственник не передал показания счетчиков во время своего отсутствия, то добиться потом перерасчета все-таки можно. Главное помнить, что нельзя передавать показания самостоятельно после долгого перерыва, поскольку в таком случае коммунальщики учтут их в текущие месяцы. А сделать перерасчет за прошлое время откажутся. Пункт 31 правила 354 обязывает их принимать показания счетчика и использовать их при расчете платы за тот период, за который они были сняты. А вот если коммунальная организация сама снимет показания счетчика в рамках проверки прибора учета, она должна пересчитать плату за все прошлое время. Поэтому нужно подать заявку в коммунальную организацию, которая выставляет счет за соответствующий ресурс. Для проверки счетчика и снятия показаний. Пункты правил 61.84. После этого можно требовать перерасчет за все прошлое время, когда показания счетчика не передавались. Разумеется, при условии, что счетчик все это время был полностью исправен и не истек срок его поверки. Он допускается, увы, не всегда, а только если А. Для соответствующей ресурсы счетчик по закону не обязателен. Это относится к газу, если он используется только для приготовления пищи. И. Б. Если подтверждено, что счетчик в квартире установить нельзя, в силу технических его особенностей. То есть должен быть соответствующий акт от управляющей компании. Чтобы сделать перерасчет, нужно обратиться в коммунальную организацию, от которой поступают счета, либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. С заявлением о перерасчете и документом, подтверждающим период отсутствия в квартире. Это может быть справка о проживании в гостинице, о пребывании в стационаре на лечении, справка от охранной организации о том, что помещение находилось под круглосуточной охраной, с такого-то по такое-то число и так далее. Перечень документов не исчерпывающий. Что касается перерасчета платы за вывоз мусора, то, как известно, счетчики на эту услугу не требуются. Но, несмотря на это, люди сталкиваются с проблемами, когда обращаются за перерасчетом к оператору. Если обратиться к судебной практике, то перерасчет считается допустимым. Если А. Собственник подтвердил временный характер своего отсутствия в квартире, для постоянно пустующего жилья перерасчет в правилах номер 354 не предусмотрен. Поэтому суды отказывают его одобрять. И. Б. В регионе, где находятся квартиры, плата за вывоз ТКО начисляется по количеству жильцов. В таком случае перерасчет можно сделать по указанной выше схеме. Если же в регионе выбран расчет по площади жилья, то перерасчет сложно сделать даже через суд, поскольку нет нормативно утвержденной методики. Тем не менее, положительные решения судов по этому вопросу все же встречаются. Примеры решения оставил в описании. Друзья, пишите вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.